Дмитрий Низовцев, представитель команды Алексея Навального, журналист, к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Хотели вот начать с какого вопроса. Вчера на российских телеграм-каналах появилось несколько и видеозаписей, и фотографий, на которых, как утверждается, показаны зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1». Вот они установлены на крышах нескольких зданий в Москве, и в том числе, ну, как утверждают авторы фото и видео, появился такой на здании Министерства обороны. Как вы полагаете, зачем это делается? Что таким образом демонстрируют? Ну, во-первых, конечно, хочется напомнить слова Сергея Лаврова, хотя сегодня многие их процитировали, что там совсем недавно Лавров, министр иностранных дел российских, говорила, что это абсолютно преступление украинцев, что они ставят ПВО в жилых кварталах. Это потом на всех федеральных каналах подхватили, крутили все это время журналисты? Да-да-да, крутили, и я сегодня, когда тоже мне для эфира понадобилось это видео, я удивился, что он до сих пор есть на абсолютно легальных платформах, смотри.ру, кажется, канала «Россия», и совершенно спокойно они до сих пор это распространяют, и в это же время действительно появляется такая информация, что ПВО появляется в Москве, то есть это не информация, а так оно и есть. И вот это сказал, что характерно, да, министр иностранных дел на здании Министерства обороны появляется, как бы это ни было смешно, это самая ПВОшка. Я думаю, что, ну, конечно, я не могу быть и военным экспертом, и я не буду обнадеживать нас с вами, что вот еще там, не знаю, неделя, и украинские войска дойдут до Москвы, но, тем не менее, я уверен, что у них начинается определенная паника, возможно, это связано с тем, что Украине поставляют все более и более хорошее оружие, они понимают, что несколько раз уже Украина добиралась до Брянской области, до Белгородской, в какой-то момент добрались до Рязанской, до Саратовской, и вполне они ожидают, что может что-то долететь до Москвы. Ну и в то же время главный, я думаю, паникер в нынешней ситуации – это Путин, который их там на летучках каких-то опрашивает, а что может быть, а что может быть, ну и говорит, на всякий случай, давайте примем такие меры, чтобы ничего не случилось, потому что он больше всего, конечно, переживает из-за собственного имиджа, он переживает, чтобы не, не чтобы какие-нибудь люди там не погибли, чтобы никто не получил ранения, он переживает, чтобы мне дали страшную вот эту пощечину, а нанесение ударов по Москве – это страшнейшая пощечина для Путина, и он этот приказ понимает, и это там позор, и это там какой-то конец, не то чтобы его правления, но такая важнейшая, наверное, страница во всем управлении, и чтобы этого не случилось, чтобы этого не допустить, чтобы его вот так вот не унизили, на всякий случай он дует, обжегшись, не знаю, на молоке, дует на воду, и поэтому он уже ставит действительно вот эти ПВОшки, в том числе и в центре Москвы, в одном из моих любимых мест на Фунзенской набережной, где много раз гулял, и сейчас там страшно представить, там сейчас находится ПВО, необъяснимо. Скажите, а как обычные москвичи на все это реагируют? Может, какая-то паника наблюдается, кто-то там уже тревожный чемоданчик собирает? Грустно, что я все меньше, мне получается, общаться с москвичами. Комментарии читаете наверняка там под видео где-то. Да, комментарии читаю, да. Там пока сложно сделать какие-то выводы, тем более, что вот нет такого, не знаю, чтобы там вот совсем стояло и было не знаю, это ПВО. А то, что ставится на каком-то там крыше, ну вот люди такие, ну, может быть, да, может быть, нет. Пока что люди не созрели, я могу так сказать, пока что люди не созрели, для какой-то мысли, чтобы паниковать. Хотя, конечно, когда они созреют и поймут, что война пришла в наш город, я думаю, что тогда реакции мало не покажется. Пока они не созрели для реакции, к сожалению. Ну, знаете, вот осенью, да, была карта бомбоубежища, вот теперь ПВО появилось. Я не знаю, как это, да, основания для паники, как говорится, есть. Ну, кстати, вот еще, знаете, была же информация, по-моему, на прошлой неделе, что в районе нацпарка Лосиный остров на полях Темирязевской сельскохсакадемии тоже установили ЗРК С-400. И для этого даже, по-моему, там рубали деревья, расчищали площадки. То есть это невозможно не заметить, об этом не могут не знать. Расчищали, да, но вот если опрашивать, не знаю, там каких-то москвичей, которые рядом с этим районом, да, вот там добраться, не знаю, до них там спросить, что вы думаете, скажут там, 20 человек скажут, а что это, кто-то скажет, а может так и надо, и там пару-тройку мы найдем, это будет социологически не очень показательно, что это там чего-то значит. Понимаете, вот когда в Москве, допустим, были митинги 2018 года, я снимал квартиру, ну, извините, тогда мне там был сложный период, где я снимал комнату у цыган, вот, и я, ну, там такая была добродушная семья, но цыганская, они говорят, куда ты, Дима, я говорю, на митинг, они говорят, митинг в честь чего? Я думал, что вся Москва гудит митингом, я говорю, митинг в честь того, объясняем. Они такие, ничего себе, я говорю, ну, это в центре Москвы, вы не в курсе? Они такие, ну, нет. Ну, то есть даже когда в центре Москвы что-то происходит, отнюдь не весь город, к сожалению, знает, если лишено действительно это какого-то пиара в СМИ, а если говорить, ну, вот, на Лосином острове что-то произошло и на крыше Министерства обороны, ну, вот, тоже повально до людей это не дошло. Еще раз говорю, если этого будет много, тогда реакции мало не будет. Но я вам честно могу сказать, что пока тем неизвестные, может ссылаться только на меня, вот тем неизвестные люди, которые что-то комментируют, они не особенно переживают. На этой неделе Путин сделал, ну, довольно странное заявление относительно так называемой спецоперации. Россия начала спецоперацию, чтобы остановить войну. Я процитирую, все, что мы делаем сегодня, в том числе и специально военная операция, это попытка прекратить войну. Вот в чем смысл нашей операции и защитить наших людей, которые на этих территориях проживают, заявил Путин. А как это, начать войну, чтобы остановить войну? Которую сам же и начал. Да, знаете, когда человек едва что-то узнал, он любит говорить, как известно всем. Я буду таким человеком, который скажет, как известно всем, но я узнал про это только вчера. На самом деле, есть такая теория, теория безумца. То есть, когда лидер страны, и это еще там было даже у Никсона, такой пример, когда ему надо было водить войска из Вьетнама, он начал там что-то грозить ядерным оружием, и он таким образом показывал, я сумасшедший, вы со мной не спорьте, я могу там какое-нибудь глупое сделать. То есть, такая теория защиты у тех лидеров, которые проигрывают, она существует. И вот так же Путин, человек, который понимает, что он в этой войне проигрывает, он несет уже какую-то колесицу. Мы помним, там просачивалось что-то про грязную бомбу, потом какие-то были намеки на ядерное оружие. Сейчас вот я веду войну ради того, чтобы был мир. И вот он так как бы показывает, я сумасшедший, я безумный, я не договороспособный. И именно поэтому нужно со мной договариваться, вот прям повышенные мне какие-то давать обязательства, побольше мне давать, и я, может быть, тогда пойду на уступки. Вот он изображает себя сумасшедший. Это стыдно для 70-летнего человека, но тем не менее вот такую позицию защиты он избрал. Если нам нужен хороший сигнал в этом плане, ну вот сигнал тоже, что человек понимает, что он проигрывает, и поэтому он хочет из себя безумца. Хотели бы поговорить про героизацию убийц, насильников, ну и педофилов. В России начали с почестями хранить заключенных, которые отправились воевать в Украину, и там погибли. В знак признательности к могилам уголовников. Представляют почетные караулы, снимают даже об этом репортажи. Был человек, который убил свою мать, так вот в школе, где он учился, появилась парта героя. Вот кого на примере таких героев можно воспитать? И почему общество достаточно спокойно воспринимает даже вот такое? Ну, понимаете, наверное, это довольно предсказуемый ответ, но наше общество, то, которое росло, то, которое сейчас живет, оно же все эти годы воспитывалось на примерах каких-то упырей. Ну, что там говорить, вот в моем родном Хабаровске там улица Войкова была совсем рядом со мной. Кто такой Войков, человек, который принимал непосредственное участие в казни императора Николая II, у нас была в центре города остановка и улица Постышева. Кто такой Постышев? Человек, который, не знаю, десятками тысяч убивал украинцев. Просто это преступник совершенно неимоверного уровня и так далее и тому подобное. Я не говорю даже про попсовые примеры там по типу Дзержинского или еще кого-то. Ну, сказать, Дзержинского тоже улицы, я там на ней работал. То есть люди вполне себе росли на улицах негодяев, упырей, и им годами объясняли, что вот эти вот Сакко и Ванцетти это нормальные там какие-то борцы за какую-то власть, а не какие-то, на самом деле, герои уголовного кодекса итальянского и так далее и тому подобное. То есть люди росли на этом всем, и сейчас они из-за этого не переживают. И тоже, к сожалению, люди воспитаны вот такой глобальной есть скрепа у хомо-советикуса, к сожалению, и у меня тоже во многом я не отделяю себя от людей. Вот там, почему памятник Ленину стоит? Да, пусть будет, так надо. Ну, вот там вот решили. Почему вот у нас, не знаю, мемориальные доски в честь убийц и уже практически насильников? Ну, надо так. И люди как-то, к сожалению, успокаиваются. Просто мне кажется, у меня этого чуть поменьше, потому что я готов ругаться у памятников Ленина и все-таки требовать их сноса. Ну, тоже довольно долго я такой жил и пожимал плечами. Ну, наверное, так и нужно. Есть какие-то аргументы, чтобы, не знаю, мавзолей был в центре. Ну, будет. То есть его убирать там глупо, это как-то будет выглядеть. Ну, вот и здесь люди такие, они живут этим аргументом. Ну, надо. Мы привыкли, что в честь героев войны называют улицы, ну, нормально, школы называют хорошо, парты тоже в Хабаровске. Будет, извините, что много про свой город. Просто говорю про Москву, кто-то расскажет другой. Ну, вот я вчера наткнулся на новое, что открывается храм Казанской Божьей Матери, строится в честь, этот памятник будет, людей, которые погибли на специальной военной операции. Ну, это как вообще? Ну, то есть в моем городе будет храм в честь людей, которые убивали украинцев. В городе, центральная, я вам просто скажу, улица, одна из самых центральных улиц Тараса Шевченко. В городе, где в 1920 году украинцев было больше, чем русских, сейчас будет храм в честь людей, которые убивают украинцев. Ну, просто, простите, в смысле, за, может быть, даже, но прям проняло меня, да. Ну, вот известно, что часть заключенных, возвращаясь к ЧВК Вагнера, была помилована, отвоевала свое, и вот теперь эти убийцы и насельники на свободе. И видео, ну, такого вот выпускного вагнеровцев опубликовала пресс-служба Пригожина. А что вы думаете вот о возвращении этих людей, опасных людей в общество, да? Ведь сейчас они вернутся, захотят, я не знаю, признания, уважения. Может, в те же школы пойдут детям рассказывать о своих подвигах. Они привыкли, у них было оружие, они привыкли безнаказанно брать, убивать, насиловать. Да, и мы с вами заранее ждем того, что они будут очень обижены, они, не знаю, будут в лучшем случае ломиться в ларьки за водкой, кричать, я герой войны, а в худшем случае, не знаю, они действительно снова вернутся к серийному маньячеству какому-то и массовому убийству людей. Да, мы все это понимаем, но тут еще нужно понимать такую вещь, что, безусловно, их возвращается в сравнительных величинах, их возвращается несоизмеримо меньше, чем их было завербовано, то есть там один на десять или один на сто возвращается этот сам Вагнерец, конечно, их там рубят огромными пачками. А те, которых сейчас отпускают, и те, которые там Пригожин пиарит, говорит, вот, смотрите, они вернулись. Их, да, мало. Их, кроме того, я не думаю, они сейчас пытаются продвинуть эту тему, что их будут, не знаю, пихать в управленческие какие-то органы, их будут там отправлять к детям, их будут отправлять в законодательное собрание регионов, а может быть даже в Госдуму. Я не думаю, что это так. И я согласен с многими скептиками, кто говорят, что очень скоро всю эту вагнеровскую шоблу, тех, кому дали погулять, тех, кого отпустили, у них нету велика вероятность какого-то документа об освобождении, их наверняка будут выцеплять снова и снова тащить на фронт. Поэтому, да, я переживаю, что эти люди могут добраться до детей, эти люди могут добраться до людей, но в то же время будем смотреть. Я почти уверен, что очень многие из них снова вернутся на фронт, и ноль доброго отношения у меня к ним, совершенно не считаю, что с ними должно произвести что-то хорошее. Здесь в расход они пустят, потому что что такое чувака вагнера, это штрафбата, заградить на отряд долго они там не просуществуют. А вот, Дмитрий, как вы относитесь к тому, что Пригожин начал вербовать туда женщин-заключенных? Вот у нас было интервью с Ольгой Романовой, главой фонда «Руссидящей», и по ее данным уже 100 человек из одной женских колоний вроде бы как отправились уже в ЧВК и на войну в Украину. 100 женщин. Ну, знаете, это такой, из-под печки так зайду, мне недавно показали пост одного человека, который там когда-то был за Навального, разочаровался в нем, и этого человека там пару лет использовали менты, и сейчас, когда какая-то была акция в поддержку Навального, ну никакая, там, фри Навальный, этот человек написал там большой пост про то, что вот там не ведитесь, не идите, и мне говорят, ну что ты про это думаешь? Я говорю, а это, по-моему, очень хороший признак, потому что мы знаем, что этим человеком руководят менты, и вот если они используют этого человека, чтобы, не знаю, скомпрометировать Навального, значит, у них реально дела плохи. Так и здесь. Я воспринимаю эту информацию о том, что они тащат женщину, конечно, конечно, это не может меня радовать, а, конечно, это ужасно, и страшно себе представить, да, там, какая-то, не знаю, Надежда Локонникова, если бы она сейчас сидела в тюрьме, ее бы сейчас потащили, что ли, воевать, но в то же время из позитивных признаков, то, что действительно они в панике, они переживают, они понимают, что мужиков, зэков им не хватает, того оружия, которое есть, им не хватает, и нужно уже тащить женщин. Это такой признак паники, не знаю, насколько она реальна, возможно, она... Страха глаза велики, они переживают гораздо больше, чем надо, но, тем не менее, паника в них есть, и это, по мне, вполне радостный признак, и пусть они паникуют, когда они паникуют, они хуже воюют, ну и так далее, и тому подобное. Министр иностранных дел Сергей Лавров на этой неделе сделал такое странное заявление, он сказал, что не знает, как дальше жить, когда закончится война, я процитирую. Когда эта война закончится, мы все равно отстаем свою правду, но как дальше жить, я пока себе не представляю. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа. Да, вот с чего вдруг у Лаврова такая неопределенность? Европа как раз свои выводы уже сделала. Вот вчера Европарламент абсолютным большинством, например, проголосовал за создание спецтрибунала для Путина и его приспешников. Опять же, да, ну, я уже сказал немного про панику, и, конечно, Лаврову она передается. Лавров один из... Несмотря на то, что там все поехали рассудком и Шойгу, не знаю, занимаясь какими-то шаманскими обрядами, судя по каким-то инсайдам с Путиным, не знаю, насколько это реально. Лаврова, конечно, такой роли не представляешь, и Лавров выглядит у них как такой батя, который немножко там хватается за голову и думает, куда я обвязался. Мы помним Лаврова еще относительно адекватным человеком, когда он был в ООН, и когда он был действительно неплохим дипломатом, и какие-то более-менее такие крутые мемы хуяту, fucking lecture me. Это все Лавров ранний какой-то. Вот, и я поэтому думаю, что действительно, он тоже реально смотрит на эту ситуацию, он понимает, что, во-первых, да, действительно, в России мало шансов в этой войне. Во-вторых, у самого Лаврова, которого в том числе и фонд борьбы с коррупцией ловил на коррупционных подвязках, у него у самого даже в случае, если кто-то укроется от санкций, даже если, там, вот, Чубайс куда-то уехал за границу, и функционирует Абрамович, несмотря на то, что помогал Путину, даже у вас в Украине очень многие хорошо к Абрамовичу относятся, и, не знаю, не добивают его, и говорят, там, он хороший посредник, он многим помогал. Вот у Лаврова шансов абсолютно ноль. И вот это ощущение, что шансов ноль, даже лично у него выжить, не то, что у России, а лично у него шансов ноль выжить, вот он так и подает, что я не представляю, как будет жить Европа, когда он, как будет жить Россия, он хочет сказать, я не понимаю, как будет жить я, Сергей Викторович Лавров, человек, который рекордное количество времени провел в качестве министра иностранных дел, обошел Громыко там уже лет пять назад. Так что Лавров, он тоже, извините, что сегодня многое употребляет, это слово, но он тоже паникует. Он понимает, что шансов у него как-то очень мало чем-то хорошим все это закончить. Еще один вопрос хотели бы вам задать. Вот ровно два года назад в России был арестован Алексей Навальный. Мы знаем, что его сторонники запустили вот целую кампанию с целью объединить усилия людей во всем мире и добиться освобождения политика. Можете немного рассказать вот об этой кампании, кто к ней уже подключился? Да, спасибо за этот вопрос. Действительно, очень важная тема для нас на этой неделе. Это начавшаяся кампания в поддержку Алексея Навального. Как приятно, когда я профессионал в эфире, увидел, что титр залез мне на подбородок и тут же поправился. Да, хорошо, что спросили на эту тему, на тему кампании за Навального. Мы запустили ее в фонд борьбы с коррупцией 17-го числа. И действительно, уже какие-то успехи определенные есть. Не буду делиться цифрами. Но вот сайт free.navallin.com, на нем уже такое крупное количество регистраций. Честно говоря, когда я там ознакомился с статистикой, это превзошло определенные ожидания. Я говорю абсолютно честно. Я знаю, что очень большое внимание в мире. И это тоже приятно, что эта тема не стала какой-то там. Вот запустили сайт и тут же забыли. Я знаю, что 21-20 числа будут митинги по всему миру. И в Европе, и в США, и в Австралии, и в еще некоторых странах мировых, Латинской Америке, возможно. Пусть они там будут какие-то маргинальные. Действительно большое количество известных людей к этому подключилось. Это и Дмитрий Быков, это и Noise MC, это и Андрей Звягинцев. Я знаю, что несколько американских артистов тоже очень поддерживают и в ближайшее время собираются. То есть запуск кампании... Ну вот, то есть кампания не заканчивается днем запуска. 17-го числа что-то случилось, после этого не будет ничего. Нет, и другие известные люди тоже будут участвовать. 17-го числа, да, запустились на сайте регистрации, есть. И, конечно, главная задача это сделать так, чтобы как можно больше людей об этом узнали, что как можно больше людей узнали бы о том, что есть Алексей Навальный, что он главный враг Путина, что это вполне себе союзник в борьбе за мир в Европе, идея, которая сейчас главная. То есть понятно, что если там Навальный выходит, то Навальный выпихивает Путина из Кремля, выпихивает Путина из Кремля, прекращается война в Украине. Это тоже все важно, это тоже все ценно. И это нужно вести до как можно большего количества людей, если вам покажется, что отвечаю такому, не знаю, внутреннему скептику внутри себя, что если многие люди знают о компании, и если многие люди знают об Алексея, о том, как важно его освободить, это совершенно не влияет на Путина, а вот и нет. То есть я вам уже приводил сегодня пример, что менты переживают, и менты дают какие-то релизы, и спускают через телеграм-каналы, что не бойтесь за Навального, у него все хорошо, это уже какой-то признак того, что они обеспокоены, если действительно многие будут долбать Путина из-за границы вопросом о Навальном, и будут требовать его освобождения, поверьте, это тоже позволит чуть-чуть ближе, а потом уже не чуть-чуть, а ускорить процесс освобождения Навального, ну и в конце концов вернуть в Россию нормальную демократическую власть, и сделать так, чтобы войны в Украине не было, и не должно быть, конечно, ни одного дня после того, как Владимир Путин Кремль покинет, и окажется, не знаю, где-нибудь на Виселице или на Плахе. Дмитрий, спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту интересную беседу, а я напомню, Дмитрий Низовцев, представитель команды Алексея Навального, журналист, был с нами на связи. Спасибо, удачи.